Сегодня уже повеселее, солнышко, небо сытлое, но ветер прохладный, кустик мой цветет и пахнет. Субтитры сделал DimaTorzok Солнышко, солнышко, солнышко здесь любят. Норвежцы, если солнышко, не все сразу на улице. Добрый день всем! Хочу приготовить фрикадельки, но на сковородке. Фрикадельки будут у меня с овощами. Значит, что я почистила? Лучок почистила, морковочка, все крупненько вот так нарезала, болгарский перчик, паприка. Потом, значит, у меня есть брокколи немного, помидорочка, помидорчик и сами фрикадельки уже накатала. Значит, фарш что я добавила? Специи любимые добавила, соль добавила, понятно. Без яйца добавила немножечко риса и добавила зелени с этим, с луком. Лук просто мелко-мелко покрошила и таким образом добавила в фарш. Накатала уже шарики и сейчас буду их сначала обжарю на сковороде, на растительном масле, а потом уже буду добавлять овощи. Так, вот поставила уже колица масла растительное. Здесь я поставила водичку уже, чтобы у меня макарончики отварились. Сделаю на гарнир макароны, такие вертушечки. Здесь вот так они выглядят. Значит, закидываем. Просто как бы шарики выкладываем на сковородку. В статичном порядке, в принципе, ничего здесь такого умного. Сначала на сильном огне обжариваю, потом убавлю огонь и буду уже добавлять овощи. Ну, со всех сторон нам надо, в общем, обжарить их. Так, периодически помешиваем. Чтобы они не подгорели уже, потому что я перебежала. Ну, вот, почти они с двух сторон обжарились. Теперь добавляем овощи. Так, добавляем утек. Лук. Сразу можно морковку. И перчик. Если это хорошенько нам надо разрешать. Это овощи наши. Так, это сигнал нет. Дает плита такой. Периодически надо ее вот вычать. Эту кнопку, потому что постоянно пищит. На нервы только действуют. Ну, это контроль идет как бы на плиту. Если вдруг. Так, и вот сейчас я накрываю крышкой, чтобы овощи пустили сок. Так, мы открываем крышечки. Пусть немножко у нас овощи пустят сок. И тогда потом дальше. Так, видите, сок выпустил. Перчик, лучок, морковка. Овощи пустили соки. Теперь закидываем. Видите, сколько сока? Теперь закидываем брокколи. Так, и закидываем помидорки. Все это нам надо тоже помешать. Немного сюда. Пусть дальше тушится. Здесь у меня уже выкипает вода. Уже выкипила тоже. Баруить. Значит, я ее подсаливаю. Где-то чайная ложка. Потому что здесь соль такая соленая. Что вообще. И закидываю в кипящую воду макарончики. Макароны тут, сколько у меня было. Ну, они сейчас набухнут еще. Будет нормально. Для меня одну вполне. Так, вот так хорошенько помешиваем. Чтобы они не слились. Ну, сейчас такая мы как. В принципе, это не все макароны слипаются. Но все равно. Так, и дальше готовим. Так, в тефтели я тоже добавляю в тефтели воды. Потому что в тефтелях есть рис. И ему надо, естественно, приготовиться. Вот так почти полную сковородку. Оно сейчас все равно выкипит. И подсаливаю тоже овощи. Потому что фарш я немножко посолила. А сами овощи не солила. Ну, где-то пол чайной, может, чуть больше ложки соли. И также под крышку на тихий огонь. И пусть постепенно готовится. Можно периодически помешивать. Накрыла крышечкой. И убавляю огонь. Где-то одну пятерку ставлю. Это чуть меньше среднего. И пусть готовится, протушится хорошенечко. Макароны тоже готовятся. Парфиротически помешать, чтобы они не убежали. Ну, и все. Ну что. Вот наше блюдо уже и готово. Смотрите, рис проварился. Видите? Набух. Все здесь хорошо. Все, я думаю, готово. Можно выключать. Вот и мой обед. Макарончики с тефтелями и овощами. Добрый день всем. Показываю, что я сегодня приобрела. Я взяла кабачки. Я взяла кабачки. Три штучки молоденькие. Такие хорошие были мы в азиатском магазине. Выходили погулять. Поэтому как бы скупилась немножко. Так, взяла вот такие вот сардельки. Сколько их? Пять штук тут всего лишь, но они толстенькие. Теперь взяла, значит, вот такие здесь пучки хорошие. Окропа. Кинзы. Я люблю кинзу. Очень пахнет. Потом губ зеленый. Как бы петрушку не брала. Хотя была, там тоже большие пучки были. Но что-то петрушку я не сильно как бы полюбляю. Потом взяла вот такой здесь вот по нашему скумбрии. А здесь называется макрель. Рыбка такая. Она идет в томатном соусе. Я уже брала просто. Так она выглядит с этой стороны. Ну, тоже, знаете, иногда хочется такое. Потом взяла моцарелка. Такая большая, хорошая тут. Сырок для салата можно. Потом взяла вот 12 яиц. Этот раз взяла такие, они были покрупнее. Хорошие яйца. Вот, в Экстре. А этот десяток взяла я в этом, в азиатском магазине. Взяла, значит, перчика. Такого, как у нас в Украине. Болгарского, хорошего. Потом, не знаю, может, начиню чем-то, мясом каким-то. Потом взяла хлебушек. Но взяла, правда, другой хлеб. Не было моего. Но пришлось этот взять. Потом взяла кукуруза. Вот так вот можно не переплачивать. Вот это вот стоит что-то до десятки. По-моему, 8 с чем-то, если не ошибаюсь. Такая пачка. Вот, сколько здесь по весу. 380 грамм по весу. Потом сливки взяла. Вот, они мне заменяют и сметану, и, бывает, на хлеб намазываю. Если что-то положить, допустим, сверху. Какие-то овощи или рыбку. Взяла майонез. Вот такой вот беру здесь. Он самый такой похожий на наши майонезы, как бы, в Украине. Потому что другие какие-то кислые. Я не знаю, сколько я перепробовала. Они кисловатые. А этот майонез более-менее хоть. Так. И вот так вот на сегодня, в принципе, такие мои были покупочки. Там в углу яблоки, то это были прежние. Прежняя закупка. Добрый день всем. Вот, хочу показать такую продукцию. Они часто здесь бывают по акции. Это как получаются вафли в шоколаде. Ну, вот так вот они выглядят такими. Просто они здесь послепались. Такими. Ну, вот как нарисовано, да? Уголочками такими, треугольничками. А внутри, внутри вот такие вафли. Пустотелые. И сверху в шоколаде. Ну, так для чая, в принципе, вкусненько. Ну, сейчас сижу, навела себе чайок и пью. Что-то затягивает. Я не пойму, что-то гремит, гремит. То ли это гром, то ли непонятно что. Вот там какая-то туча такая опасная. Музыка. 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 Ой, эти дни дожди. Видите, здесь небо такое с розовинкой. Блин, грубовато. Там прям такое. Туча такая ведет. Музыка. Музыка. Музыка.